Добрый день! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Черных сегодня в выпуске. В честь Триколора флешмоб в центре города. Государственному флагу России сегодня 350 лет. Внезапное приземление. Два самолета, летевших в Новосибирск, совершили посадку в Омске, что стало причиной. Спасали слишком долго. Надеяться на чудо нам в дальнейшем нельзя. Губернатор потребовал не повторять ошибок, которые были допущены во время поисков Коли Бархатова. И черепа проверили. Ветеринары сообщили опасной литомной кости, обнаруженной под Омском. Сегодня в России день государственного флага. Триколору исполнилось 350 лет. Эти кадры мы получили буквально только что. В Омске в центре города у библиотеки имени Пушкина проходит флешмоб. Работают интерактивные площадки. Амичи оставляют отпечатки ладони на карте России, собирают пазл из регионов страны, участвуют в различных викторинах, проверяют свои знания о государственном флаге. К примеру, рассказывают о значении полос. Праздник в первую очередь организовали для молодежи. Участие в нем принимают студенты, школьники, волонтеры. Впрочем, присоединиться к торжествам могут все желающие. Для меня флаг – это символика моей страны. А значит, символика и меня тоже. Потому что каждый из нас должен защищать свою страну. Каждый из нас должен защищать свой флаг. Это место, в котором он живет. И флаг Российской Федерации – это, можно сказать, ценность каждого человека, проживающего на его территории. Как говорили нам на обществе знаний, то, что красный – это наш народ, на чем наш народ страдал, когда в год Великой Отечественной войны, когда нашу страну защищали. Синий – это когда, это свобода, а белый – это вера. Впервые бело-синий-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом подняли на военном корабле «Орел» во время правления Алексея Романова. Законным же отцом триколора считается Петр I. Он издал указ, по которому на торговых судах должны были поднимать трехцветный флаг. Причем сам начертил образец и определил порядок горизонтальных полос. Другие интересные и малоизвестные факты из истории российского флага, а также как и где шьют один из главных символов России, какое переживание, связанное с триколором, до сих пор самое сильное в жизни знаменитого спортсмена, как выглядит самый маленький в мире российский флаг. Смотрите специальный репортаж Дарьи Шадриной сегодня в вечернем выпуске «Часа новостей». 19-летние девушки, попавшие под машину на 5-й Северной, по-прежнему находятся в больнице. У обеих диагностированы сложные переломы и черепно-мозговые травмы. Авария, напомню, произошла на пешеходном переходе в районе остановки 17-й военный городок. Девушки переходили дорогу, когда на скорости их снес водитель легковушки. За рулем был 62-летний мужчина. Он не обратил внимания на притормозивший справа автомобиль, пропускавший пешеходов, а потому не сбавил скорость. Одну из пострадавших откинула на проезжую часть, вторая так и осталась лежать на капоте. В тяжелом состоянии их доставили в больницу. Виновнику ДТП грозит уголовная ответственность. Ведется расследование. В Омске сегодня рано утром неожиданно приземлились сразу два самолета, которые должны были лететь до Новосибирска. Пассажиры из Ростова-на-Дону и Москвы провели в Омском аэропорту имени Карбышева несколько часов в ожидании разрешения на вылет. В Новосибирском Толмачево не принимали рейсы из всех городов. Причина – непогода. В Новосибирске стоял туман. В эти минуты Толмачево работает в привычном режиме. А вот из Омска сегодня на несколько часов были задержаны рейсы в Москву, авиакомпании «Уральские авиалинии» и в Нур-Султан. Александр Бурков поручил разобраться, почему на поиски трехлетнего Коли Бархатова, который почти двое суток провел в лесу, потребовалось так много времени. Эффективность работы поисково-спасательных отрядов стала темой совещания в правительстве. Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в спасении мальчика, однако отметил, поиски Коли показали, что нужно налаживать более тесное взаимодействие между полицейскими, спасателями, волонтерами и жителями. Надеяться на чудо нам в дальнейшем нельзя. Ребенок ушел не так далеко от того места, где его оставили родители. Все-таки время было очень продолжительное по проведению поиска ребенка и обнаружения его. Поэтому сейчас мы просто должны с вами работать над ошибками, сделать анализ, выводы и конкретные предложения, чтобы в дальнейшем этого не повторялось. Напомню, трехлетнего малыша искали 700 человек не только из Умска, но и из Москвы, Красноярска, Новосибирска и других городов. Были задействованы вертолет, два самолета, 10 квадроциклов, 11 беспилотников и болотоход. Площадь поиска составила свыше 40 квадратных километров, а в итоге Колю нашли менее чем в одном километре от места происшествия. Александр Бурков потребовал проанализировать ошибки и просчеты, допущенные во время поисковой операции. Выдержали испытания штормом. Омская яхта «Сибирь», которая в эти дни совершает историческое кругосветное путешествие к берегам Антарктиды, попала в бурю на Аби. Судно качало и днем, и ночью. Как стало известно 12 каналу, с экипажем все в порядке. Моряки целы и невредимы, однако некоторым пришлось сойти на берег. В Омск вернулся Сергей Лебединский, путешественник, известный своим экстремальным велопробегом до Исландии. К экипажу яхты «Сибирь» он уже не сможет присоединиться. Между тем, впереди у команды новые испытания. «Сибирь» выходит в открытый океан. Яхту ждут опасные рифы и гигантские волны. Екатерина Булучевская с подробностями. Рассекая волны навстречу ветру, «Сибирь» мчится к Соловецким островам. Уже сегодня знаменитая Омская яхта причалит к берегу, и экипаж увидит удивительную природу самого большого архипелага Белого моря. Горные цепи, кристальные озера и заповедники. Здесь не бушуют волны, нет опасных рифов. Испытание стихии позади. Судно выдержало шторм на Аби, не помешали экспедиции сильные морские ветры. Но впереди один из самых сложных этапов – трансатлантическое путешествие. Сначала по Беломорско-Балтийскому каналу «Сибирь» дойдет до Санкт-Петербурга. Из северной столицы яхта отправится в Германию. Обогнет французский Брест и достигнет Лиссабона. А уже из порта в Португалии выйдет в Атлантический океан. Первая остановка запланирована на Канарах. Также в маршруте – тропические острова Зеленого мыса. А после – 3000 километров по бескрайним водным просторам. На берег моряки сойдут только в Бразилии. Побывают в Аргентине, Чили. В Антарктиде экипаж окажется зимой 2020-го. А потом – в обратный путь. Через Тихий океан, коляски. И снова на Полярный круг. Но к финишу придут не все. У меня полная непереносимость качки. Это не морская болезнь, это что-то более серьезное. Поэтому сколько мог я терпел. Думал, да, прикачается. Но не прикачалось. То есть промучился. Очень сильно промучился. Врачи сказали, либо оставайся и бушкапаться, либо надо просто прекращать. Так Сергей Лебединский и принял непростое решение – сойти на берег. О том, что не увидит Белый континент, конечно, жалеет. Но, говорит, даже за эти почти три месяца под парусом получил массу впечатлений. Видели белух. Мы, когда зашли в Диксон, пришвартовались. Они прям в заливе плавали возле яхты. То есть огромные белые такие выныривали. С детенышами даже, с темненькими. Ну, то есть стаями приплывали. Это нечто. То есть в свободе животное увидеть всегда поражает это. А вот на высокие волны, которые для обывателя кажутся настоящим кошмаром, матрос реагировал спокойно. Шторм, по его словам, не поражает, а добавляет работы. Когда судно подпрыгивает то вверх, то вниз, штурвал практически неуправляем. Приходится часами держать руки в напряжении. Усложняют ситуацию и брызги. Иногда видимость была нулевая, вспоминает Сергей. Сложно представить, как два века назад этим же маршрутом прошли руководители первой русской антарктической экспедиции – Михаил Лазарев и Фадей Белинсгаузен. Морякам удалось достигнуть самых южных широт. Несмотря на то, что «Восток» и «Мирный», корабли, которые в 1819 отправили в кругосветку, были совсем не предназначены для плавания во льдах. Судя по записям путешественников, иногда суда шли сутками в кромешной тьме и тумане. На пути постоянно встречались гигантские айсберги. Но в январе 1820-го русские мореплаватели все-таки достигли берегов нового шестого континента. Правда, сойти на сушу так и не смогли. Закончилась провизия. Было принято решение взять курс на Австралию, чтобы пополнить запасы. Тогда команда экспедиции открыла множество неизведанных островов. Сегодня, когда, казалось бы, на карте не осталось пустот, моряки тоже делают исторические открытия. Для себя. Узнают о бытии культуре разных народов. Впечатляет современных матросов и фауна. Однажды вдоль берега, параллельно нам, мы увидели лисицу, которая кого-то захватила в пасти, несла вдоль берега. Природа там дикая. Мы когда шли по Аби, и лось из воды встал. Но он прятался там, видно, от оводов. В общем, впечатлений предостаточно. И хотя на борт наши моряки в этом году больше не поднимутся, уверяют, в большое плавание обязательно отправятся вновь. Ну а яхта «Сибирь» должна причалить к берегам Антарктиды 27 января следующего года. Екатерина Булучевская, Александр Козлов, 12 канал. Сибирская язва в стихийном скотомогильнике Подомском не обнаружена. Сегодня стали известны результаты экспертизы. Напомню, тонны костей и черепов в лесу несколько дней назад нашли жители деревни 18-й портсъезд. Вместе со съемочной группой 12-го канала на место выехали ветеринары. Останки сюда свозили камазами. Люди опасались, что кости могут быть опасны. Биологические отходы, переносчики смертельных заболеваний, бешенство, ящуры и сибирской язвы. Однако в данном случае это не подтвердилось. Был получен отрицательный результат на сибирскую язву. Пострелез, сальмонелез и другие опасные инфекции. Мы можем говорить, что эти отходы не представляют особой опасности. Что касается самого стихийного скотомогильника, сейчас специалисты устанавливают собственника участка. Он и должен очистить территорию от биологических отходов. Разыскивают и тех, кто свозил останки животных в лес. Ветнадзор проверяет фермеров и заводы по переработке. Нарушителям грозит штраф 700 тысяч рублей. Утопают в грязи. В редакцию 12 канала обратились жители поселка Кормиловка. Там затопило улицу. Эти кадры люди прислали в качестве подтверждения. Такая ситуация, по словам кормиловцев, здесь повторяется регулярно. Канализационные колодцы переполняют грунтовые воды. А стоит пройти дождю, ручьи размывают и без того просевшую дорогу. По ней не может проехать машина скорой помощи. На улице живет много пенсионеров. Жители жаловались на бездействие властей. В течение уже нескольких месяцев. К 12 каналу в местной администрации сообщили, что о ситуации знают. И буквально накануне приняли меры. Прорыли водоотводные каналы и подняли дорогу. Дорога грунтовая, просевшая. Собиралась вода в двух местах и стояла, не уходила. Сейчас эту дорогу полностью подняли. Водоканал сделали, водные каналы. Вчера мы были, жители с этими встречались. Дорогу отсыпали, договорились, сейчас посмотрим первых дождей. И еще раз к этому разговору вернемся. Завершить работы в администрации Кормиловки пообещали в течение семи дней. В Омской области загорелись новые искорки надежды. В регионе подвели итоги творческого фестиваля для особенных детей. Участие в нем приняли больше 400 ребят. Они пели, танцевали, рисовали и своими руками создавали поделки. 60 из них вышли в финал. Церемония награждения прошла в Чернолучинском реабилитационном центре. Там же участники фестиваля прошли трехнедельный курс оздоровления. И теперь с подарками и дипломами возвращаются домой. О талантливых ребятах, которые с помощью творчества борются со своим недугом. Юлия Ковыршина. Шесть лет назад Мария Творановича не думала, что будет выходить на большую сцену. Однажды была на остановке и услышала, как играет на аккордеоне мужчина. Маша решила тоже научиться. Сегодня школьница, пусть и маленькая, но уже звезда. Это ее первые творческие состязания. И сразу успех. Победа в номинации «Инструментальное исполнительство». Вот конкурсу я за месяц учила это произведение. Он меня привлек своим звуком, видом. Как? Звучанием привлек. Готовила его, учила, стремилась. Ну а так знаю еще пьесу. Ну что, вальс-музет второй в обработке тяжелый. А вот для Саши Голубева выйти на сцену – большое испытание. У мальчика тяжелый недуг. Однако упорство и трудолюбие в нем, как в настоящем профессионале. Этот танец он учил три месяца. Часами тренировался в зале вместе с преподавателем, а в свободное время дома с мамой. И вот награда за труд. Серебряная медаль. На самом деле у нас такие же дети, как и все остальные. Просто они особенные. Поэтому им нужно уделять побольше внимания. С ними нужно заниматься. Вкладывать в них, для того, чтобы была отдача, для того, чтобы дети развивались и занимались творчеством. Показывают свои таланты дети с ограниченными возможностями здоровья, но безграничными, трудолюбием и целеустремленностью не только на сцене. 60 участников фестиваля со всего региона прислали на конкурс картины. Вот такие оригинальные поделки и инсталляции. Всего больше сотни маленьких произведений искусства от начинающих творческий путь особенных детей. Все это ребята сделали своими руками. И теперь эти работы украшают холл реабилитационного центра. Сюда участники фестиваля традиционно приезжают не только для того, чтобы принять участие в конкурсе, но и поправить здоровье и обрести новых друзей. 60 ребятишек, которые сегодня не просто продемонстрировали свой талант, но в том числе они смогли отдохнуть и получить определенное на сегодняшний день медицинское сопровождение и реабилитацию. Ну а у 18 победителей Омского конкурса «Искорки надежды» теперь появился шанс заявить о себе на всю страну. Дипломы за первые места – это еще и путевки на участие в Большом Всероссийском фестивале для особенных детей. Он проходит в Москве. Омские искорки зажгутся в столице в ноябре. Юлия Кавыршина, Никита Смирнов и Дмитрий Хромцов. 12 канал. Омский авангард сегодня в северной столице встретится на льду с Череповецкой Северсталью. В Санкт-Петербурге стартовал предсезонный турнир имени прославленного вратаря, заслуженного тренера СССР Николая Пучкова. Он станет заключительным этапом подготовки перед стартом нового сезона КХЛ. Помимо Северстали, ястребы скрестят клюшки с финским йокеритом, нижегородским торпедо и питерским скап. Обо всех подробностях турнира и сегодняшней игры 12 канал расскажет в прямом эфире. В Санкт-Петербурге работает наш хоккейный обозреватель Андрей Блохин. В вечернем выпуске новостей ждем его прямое включение. И последнее припарковалось прямо на заборе. Пожилая амичка на ладе не смогла разъехаться с другим автомобилем и повисла прямо на ограждении. Фотографии курьезного случая, который произошел во дворе дома по улице Волгоградской, очевидцы выложили в соцсети. В комментариях пользователи прозвали женщину-бабулей Вин Дизеля и поразились прочности забора. Обстоятельства происшествия уточняются, а пострадавших не сообщается. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде. Завтра, 23 августа, в регионе переменная облачность. Температура воздуха в районах ночью 11-13, днем до плюс 23. В Омске ночью до плюс 15, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24. Ветер северо-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok